приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы 14 апреля я подготовила видео где показала весеннюю обрезку кустиков лаванды и у меня было несколько кустиков которые не обрезала до этого хотя посаженные были уже им четвертый год одинаково посеяли и семян выращены в рассаде после обрезки здесь впервые проводилась обрезка вот они сейчас вот такие красавцы завершают цветение лаванды аромат стоит необыкновенный а сейчас подойдем к другому кусту который я уже стригу второй вот он красавец некоторые зрители нашего канала как раз задавали вопросы мне и в соцсетях боимся обрезать вот они у нас не обрезанные растут лавандовые кустики лежат на бок и боимся все таки я думаю что при виде вот такой лаванды это такой же кустик как вот я только что показывала как там не обрезались а вот здесь обрезали здесь как раз тоже с розочками соседствует лавандочка это вот один куст но там он уже перецветает практически часть уже завершено цветение такой пышненький мы живем на юге юг украины одесская область город измаил почему я делаю акцент потому что для северян летняя обрезка не актуальна у вас очень поздно начинается теплое время долго и тем более в этом году была как раз зима весна никак не могла начаться поэтому если уже лавандочка сейчас начинает готовиться к цветению а тут уже июль считайте половина нету то очень опасно ее обрезать она в зиму может не окрепнуть но а у нас на юге как раз самое время заняться обрезкой но мы в коридоре затмений сегодня как раз уже переход из знака скорпион в знак стрелец тоже нельзя обрезать поэтому я уже заранее себе подготовилась к этому важному мероприятию составила себе план и так я планирую 19 как раз уже после затмения лунного и после завершения коридора затмений 19 в знаке водолея это знак воздуха я хочу обрезать и буду обрезать вот где сейчас покажу здесь у нас уже отцвело я думаю что очень хорошо даже вот здесь здесь цветочки есть нету цветочков вот очень хорошо просто прищипнуть вот прищипнуть и вот с этих вот пасынков будут веточки с цветущими лавандочками ну а этот который перецвел вот можно внимательно посмотреть видите здесь новые веточки вот с этого места где как раз начинаются вот эти своеобразные пасынки да вот и их тут много вот это место я себе позволю только одну одно вот такое сделать вот смотрите и здесь вот с этих пасынков пойдут новые веточки и у нас на юге как раз к осени я надеюсь что еще покажу как осенью выглядит потому что нужно будет осенью снова же срезать вот эти замечательные цветочки мы их используем на чаи очень вкусные чаи вот вот этот весь кустик снова же буду аккуратненько обрезать ну а для тех кто собирается обрезать еще напоминаю что кроме 19 июля можно будет обрезать уже 22 июля вечером 23 и 24 луна будет находиться в знаке овен это самый такой щадящий огненный знак очень хорошо раны заживают и можно будет 25 26 в тельце 27 28 июля в близнецах вот эти как раз и дни хорошие для обрезки позже уже нет смысла обрезать потому что не успеют к зиме нарастить вот эти веточки лавандочка и они не успеют созреть для того чтобы зимой перезимовать хорошо вот такой очень интересный рассказ интересный опыт и именно обрезки лаванды вот она такая замечательная эта лаванда один кустик какая разница большая я думаю что есть смысл не бояться если есть несколько кустиков пробуйте весеннюю обрезку обязательно нужно проводить ну а летняя обрезка это как раз для южан актуально для северян это не актуально лаванда стричь или не стричь конечно же стричь южанам но а северянам дождаться цветения и заготовить себе очень вкусные и ароматные цветочки этого необыкновенно красивого и полезного растения с вами была раиса горяченко лайкайте комментируйте задавайте вопросы ну а я прощаюсь с вами всего самого самого доброго до новых встреч в новых видео